В 2020 году поисковому отряду «Снежный десант» Казанского университета исполняется 52 года. Впервые он был создан в 1968 году на базе географического факультета КГУ. В 1971 году свой первый поход совершил «Снежный десант» историко-феологического факультета, научным руководителем которого был профессор Иван Михайлович Айненко. Для него это был и профессиональный интерес, и долг, как ветерана войны, вернуться к истории. Поэтому он активно поддержал инициативу студентов. Он же и подсказал первые маршруты по изучению боевых действий дивизии, которые современно были на территории нашей республики. В частности, такая дивизия была 334-я, и в университете спонтанно началось такое патриотическое движение. А потом постепенно оно приобрело более организованные формы, более осмысленные формы. Уже с точки зрения исследовательской работы, изучения истории военных действий, изучения истории восстановления забытых имен. Кроме того, «Снежный десант» у нас после каждого похода выпускал большие стенные газеты. Поэтому история «Снежный десант» во многом, вот сейчас вы тоже можете посмотреть, она отражается в этих газетах. Там рассказывался подготовительный период похода очередного, затем сам поход, итоги его, интересные зарисовки. В 1980 году, когда я пошел в первый поход в Восточную Пруссию, ныне Калининградская область, тогда это была Восточная Пруссия, Я еще раньше знал, что, допустим, названия перекликались там как немецкие, так и советские уже в истории. И когда мы выписывали данные из карточек погибших, естественно, там названия были немецкие. Поэтому по итогам этого похода как-то, не знаю, у кого пришло в голову мысль, что когда сообщали в 1945 году о месте захоронения их близких, естественно, люди думали, что это Германия. Они не знали, что это Калининградская область, сейчас это на тот момент Советский Союз. И было принято решение, чтобы написать письма по всем этим данным, по старым довоенным адресам, откуда призывались люди погибшие в Восточной Пруссии. Мы пришли когда уже в Казань, после похода этим как раз и занялась все бойцы снежного десанта. К нашему великому удивлению на каждое пятое письмо пришел ответ, что с благовярностью, что они впервые узнают, где захоронены их близкие родственники. Что они действительно думали, что они захоронены на немецкой земле. И вот эти письма, они как раз послужили тем толчком, продолжением этой операции письма. Благодаря вот тому, что мы сделали в этой операции письмо, Благодаря тому, что сейчас ребята по итогам уже, вот наши письменные эпопеи, будем так ее называть, пошли дальше. Сначала по местам боев Второй ударной армии, а потом и других соединений. И начали поднимать останки погибших воинов, находить медальоны. Ведь не случайно говорится, что война не закончится до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат. Вот сейчас этим занимается уже нынешнее поколение. Наши ребята, бывшие десантники, тоже вводят свои снежные десанты, просто поисковые группы учеников, школ. Правда, память о войне, она первичная, и она должна жить, пока живы мы, пока живы наше поколение. Хотелось бы сказать, что поисковый отряд «Снежный десант» — это не просто организация, не просто организация, которая учит детей истории, развивает чувство патриотизма, но и для нас, для выпускников, это школа жизни. Каждый, я даже, наверное, не побоюсь и не совру сказать, что все выпускники «Снежного десанта» Казанского государственного университета, которые пришли в образование, они все стали руководителем поисковых отрядов. В Казани у нас таких отрядов, наверное, больше десяти уже. 122-я гимназия, 96-я, 6-я гимназия, гимназия 139. Везде, где работают наши учителя истории, выпускники, там везде есть поисковые отряды. Начиная с 2004 года, мы в своей гимназии стали вывозить детей в поисковые экспедиции. В течение года работаем с ними, какие-то азы туризма, истории, работаем в архивах, и вот уже ближе к весне вывозим в поисковые экспедиции. Именно в экспедиции они могут почерпнуть такую, ну, даже можно сказать, и любовь к родине, и историю увидеть своими глазами, и пощупать, и ликвидировать одну из белых пятен своими вот детскими школьными руками. «Снежный десант» — ну, для меня это в первую очередь справедливость. Справедливость. Справедливость, память и уважение долгу, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, к истории. Все должно иметь свой конец, все должно иметь свое завершение, да, и то, что бойцы, которые сражались за нас, лежат на местах боев, ну, фактически брошенными. Вот, это, ну, не очень правильно, я считаю, и не очень справедливо. Так же считают ребята-студенты, вот, и поэтому каждый год мы стараемся выезжать на места боев, со всеми почтями хоронить бойцов, вот, стараться находить родственников, то есть сообщать им о том, где погибли, потому что это наша задача, цель». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!